Вы смотрите программу «События» в студии Ольга Морозова. Здравствуйте! В Самаре помогут оформить землю в собственность. Сегодня в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия области пройдет совещание-семинар по поддержке крестьянско-фермерских хозяйств. В Экспо-Волге откроется межрегиональная выставка по энергосбережению. Своими инновациями похвастаются более сотни организаций. Среди них выберут лучшие энергосберегающие предприятия. А в художественном музее откроется выставка «Отечество с любовью» в рамках 17-го всероссийского конкурса «Младых дарований» по изобразительному искусству «Жигулевская палитра-2012». К другим темам возбуждено уголовное дело по факту убийства хоккеиста Николая Федяшева. Ранее мы уже сообщали о трагедии, разыгравшейся возле ночного клуба «Метелица». По предварительным данным у спортсмена и его друга произошел конфликт с другой компанией. Новые подробности в сюжете нашего корреспондента. Николай Федяшев несколько лет играл за самарскую хоккейную команду ЦСК ВВС. Потом за Тольяттинскую ладу и за Саратовский кристалл. В последнее время тренировал самарскую любительскую команду «Вымпел». В тот вечер он пришел в клуб «Метелица». Между посетителями заведения произошел конфликт, который перерос в поножовщину. В подворотне одного из домов по улице «Литсонной» у них произошла драка, который один молодой человек ударил другого ножом. Друг побежал за ним, а наш охранник побежал за вторым нападавшим. Наш охранник задержал его, а второму удалось скрыться. По словам администратора ночного клуба, скорую вызвали сразу после случившегося. Но ждать времени не было. Раненый истекал кровью. У Николая была перебита сонная артерия. Умер он уже через несколько минут, не доехав до больницы. Другой пострадавший в драке сейчас находится в больнице Пирогова в тяжелом состоянии. Полиция ищет преступника. «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 убийства и по статье 112 умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. По версии следствия, данный конфликт произошел на бытовой почве. В настоящее время установлено лицо подозреваемое в совершении данного преступления, приняты меры к его розыску». 4 сентября состоялись похороны Николая Федешова. У прославленного хоккеиста остались двое маленьких детей 4 и 5 лет. Павел Баймаков, Любовь Коренева, Борис Смеловский, Валерий Шаронин. ГИС События. «Солнечное» почти готово. Улицу Дублерного-Садовой пустят в эксплуатацию через месяц. Здесь пришлось переделывать практически все. Ливневую канализацию, уличное освещение, перекладывать трубы. Осталось совсем немного. Готовность дороги проверили депутаты городской думы. Несколько лет улицу Солнечное приводили в порядок, ремонтировали асфальтовое покрытие и перекладывали инженерные коммуникации. Депутаты городской думы оценили готовность объекта к сдаче и остались довольны результатами работ. В ходе реконструкции возникали проблемы по мелочам, но их удалось оперативно решить. Здесь наклон большой, особенно от жилых домов, и это определенная сложность, особенно для людей с ограниченными возможностями, доступ к остановкам общественного транспорта и вообще к дороге, к доступу. Но подрядчики, то, что смогли, они все как бы отрегулировали. В этом году из городского бюджета на реконструкцию потратили около 60 миллионов рублей. Депутаты Гордумы уверены, деньги выделены не напрасно, дорога городу нужна. Осталось привести в порядок небольшой участок, 300 метров из почти трех километров. На остальной территории установить дорожные знаки, пешеходные ограждения на разделительной полосе, остановочные павильоны. Что касается асфальтового покрытия, на него подрядчики дают гарантию. Гарантийный срок 5 лет стоит, но мы надеемся, что здесь будет больше срок эксплуатации. Мы здесь применяем щебеночный мастичный асфальтобетон. Все работы на солнечной, включая благоустройство территории, планируют завершить, опережая график, к 1 октября. Алексей Захаров, Валерий Шаронин, ГИС, События. Обновленная Самара. Администрация города наращивает темпы по сносу и реконструкции старых зданий. Хуже всего дело обстоит в Самарском районе. Там более половины домов признаны ветхими. Власти Самары решили разработать комплексный план по решению этого вопроса. Ремонтировать или переселять, а главное куда? Подробности далее. Отголоски купеческого прошлого. Около тысячи домов в Самарском районе ветхие. Из них 76 признаны аварийными. Они подлежат сносу. Другое дело памятники архитектуры. В одном когда-то останавливался Ленин, другой принадлежал зажиточному купцу. Все находятся в исторической части города. Сносить их нельзя, реставрировать очень аккуратно. Это улица Водников 14, Ленинградская 96, Б, Куйбышево 76, Степана Разина 1, Чапаевская 88, Степана Разина 106, Молодогвардейская 39. Проблема с ветхим жильем в Самаре назрела давно, но вопрос по-прежнему решается медленно. Ведь большинство аварийных домов имеют собственников, которые по закону должны сносить их сами. Сподвигнуть их потратить на это свои средства – задача более чем непростая. Процесс замедляет и бумажная волокита, ведь прежде чем снести дом, нужно оформить не один десяток документов. Первый вице-мэр Самары Виктор Кудряшов поручил коллегам составить план, в котором будет отражено, сколько каждое ведомство должно тратить времени на обработку документа. Такой график должен появиться через две недели. У нас есть целевая задача. Она очень острая. Мы уже видим, что происходит обрушение и прочее. Ее решение связано с работой многих департаментов. Понятно, что, наверное, целевую программу мы сделать не можем, но характер я все-таки такой, достаточно узкий. Но, тем не менее, некий план мероприятия уж, по крайней мере, мы можем составить, чтобы принять и отразить в полном объеме в бюджете. Мария Ваткина, Артем Сулайманов, ГИС, События. Золотой ключик к решению проблемы очередности в детские сады. Места получили еще 60 дошколят. В областной столице открылся очередной билдинг-сад. Кроме стандартных программ, детей будут обучать йоге английскому языку. С ребятами будут заниматься психологи. На открытие сада приехал глава Самары Дмитрий Азаров. Мы с тобой проснулись рано, мы шажали детских сад. Там крючки, там зверюшки, ожидают все тебя. Как в сказку попали. Евгении с дочкой Кате повезло. Едва собрались в детский сад, сразу нашли место. На первом этаже Самарской новостройки встретили настоящие хоромы. Вообще, ее очень нравится. У нас с удовольствием ходит в садик. У нас нет никаких проблем встать в 7 часов утра, умыться, собраться и быстренько прибежать сюда. Самарская инициатива проект «Билдинг-сад» получила отклик у бизнесменов. Местные предприниматели охотно вкладываются в открытие мини-садов. В таком частном учреждении сочетают и государственные стандарты, и новые веяния в образовании. Здесь у нас есть и детская йога, здесь у нас есть английский язык, и у нас есть психолог, лабиаритмика. Программ перечислять очень много можно. И мы работаем как раз по федеральным государственным требованиям, которые есть в системе дошкольного образования. В этом году в рамках проекта «Билдинг-сад» будет открыто порядка тысячи новых мест. Проект успешно развивается. В городе уже открыто 14 билдинг-групп. Очередь в детские сады Самары постепенно сокращается. В категории от 3 лет до школьного возраста у нас уже 87% ребятишек посещают детские сады. Здесь нужно обеспечить 100 и, конечно же, возвращаться к возрасту двухлетнему и этих ребятишек обеспечить детским садом. Все для этого будем делать. В прошлом году в областной столице открыто более двух тысяч новых мест для дошкольников. В этом будет создано еще две с половиной тысячи. На очереди строительство девяти новых детских садов. Уже готовы проекты. В ближайшее время должны приступить к строительству трех совместно с областными властями. Но и билдинг-сады в Самаре будут открывать и дальше. Золотой ключик подошел и к решению проблем инфраструктуры микрорайона. Жители соседних домов тоже остались в плюсе. Получили детскую площадку. Айгуль Заганшин, Алексей Золотенков. ГИС События. Самара готовится отметить День города впервые в сентябре. С 5 по 9 сентября музыка будет звучать во многих самарских дворах. В районах организуют праздники, соревнования и театрализованные представления. Набережная превратится в главную концертную площадку. Какие сюрпризы ждут самарцев узнала Лариса Шалафаст. В этом году самарцы отметят День города дважды. Он уже прошел в мае, а теперь предстоит еще и в сентябре. Меж тем официальной датой Дня города считалось 29 августа. В этот день в 1871 году Александр II посетил Самару и заложил камень в стену строящегося собора. В Думе подсчитали, 29 августа по старому стилю приходится на 10 сентября. И восстановили историческую справедливость. К тому же сентябрь месяц для истории Самары значимый. Метеорологическая станция, тоже сентябрь. Автомобильный мост через Самару, да, мы открыли. Он тоже в сентябре открывался, 54-го года. В сентябре же был кукольный театр, создана команда Крылья Совета. Вновь открылась филармония и прошел первый Грушинский фестиваль, 1968 год. 13 сентября 1990 года городской совет принял судьбоносное для нашей Самары решение. Большинством голосов Самара вновь становилась Самарой. Праздновать день города самарцы начнут 5 сентября. Во дворе подросткового клуба «Орбита» пройдет развлекательная программа для детей. 6 сентября в Литературном музее всех желающих приглашают на презентацию книги архитектора Вагана Каркарьяна. 7 сентября во всех школах города пройдут открытые уроки, посвященные истории Самары. А 8 и 9 сентября самарцев ожидает большая развлекательная программа на набережной. Конкурсы на лучший рисунок, фотографию, а также первый чемпионат России среди мастеров-столяров. Соревнования сами по себе будут носить интересный характер, и гвозди, и шурупы, и пила. Но результатом работы этих мастеровых будет создание фрагмента, это была наша просьба к организаторам этого турнира, этого чемпионата, создание фрагмента старой самарской крепости. 9 сентября на набережной пройдет музыкальный фестиваль «Классика над Волгой». Для зрителей выступит солист Комаринского театра Мария Максакова. Лариса Шлафас, Дмитрий Тарасов, ГИС События. Жители железнодорожного района Самара уже начали отмечать День города. В парке Щерса прошел концерт молодых исполнителей и конкурс рисунков на асфальте. Здесь ветвями мне машут деревья, тем, что сам я в добрый час посади. Песня о любимом городе в подарок Самаре. Концерт в парке Щерса юные таланты подготовили собственными силами. Воспитанники Центров детского творчества отметили начало учебного года и пришедшийся весьма кстати осенний день города. В этом дети отдохнулись, соскучились по концертной деятельности, поэтому еще один праздник плюс Дню Знаний. Мы отмечаем с удовольствием. В мае тоже хорошо празднуюсь, но в сентябре, мне кажется, это больше сплочает и организует нас, городские жители. Ярко, весело и к тому же познавательно. Исторический ликбез для юного поколения устроили ведущие концерта. Почему наш город считается космической столицей и когда Самара славилась лучшей пшеницей, многие школьники узнали впервые. Железнодорожный район открыл марафон праздничных мероприятий, который продлится всю неделю. Столь необычный день города Самара отметит впервые. Начинать учебный год с праздника – прекрасная идея, считают ребята. Тут же в парке урок на знание символов Самары. Конкурс на лучший рисунок родного города. Он как будто нарисован мелом на стене. Этот город – самый лучший город на земле. Марина Кравцова, Борис Миловский, ГИС «События». В память павшим героям на площади Славы в честь очередной годовщины окончания Второй мировой войны возложили цветы к вечному огню. 67 лет назад был сломлен последний противник антифашистской коалиции. Япония объявила о капитуляции. Ветераны, школьники со всех районов Самары парадной колонной прошлись по площади Славы. Одна победа на двоих. Супруги Трынины полюбили друг друга еще до войны. А НАТО и помогла проверить им крепость чувств. Военные события их разбросали по разным городам. Почти половину Второй мировой они ничего не знали друг о друге. Встретились только в конце, чтобы больше не расставаться. Пять лет наш народ жил в великих тяготах, в великом напряжении. Вел великий бой и освободил не только нашу страну от фашизма, но и всю Западную Европу. Это символизирует величие нашего солдата, величие нашего оружия. И тем самым мы не только одержали победу, мы освободили мировое сообщество и от фашистской Германии, от японских милитаристов. У Вечного огня в этот день встретились несколько поколений. Принесли цветы и школьники. О войне эти ребята знают лишь понаслышке и из уроков истории. У меня такое смешанное чувство и благодарство за то, что я живу в своей стране и сочувствую то, что они умерли. Все разговоры здесь только о победе. Когда 9 мая, 67 лет назад, мир, казалось, уже наступил, за него еще пришлось побороться. И в начале сентября война наконец закончилась. Евгения Белова, Иван Карпов, ГИС События. На солнечной стороне. Так назвала свою выставку художница Наталья Шепелева. Все работы написаны на одном дыхании. Говорит, писать одну картину несколько лет не про нее. На некоторых холстах изображены итальянские домики, на других – французские пейзажи. Самарская природа тоже вдохновляет Наталью на творческие подвиги. Особенно горы и Жигулевское море. Одна из любимых картин художницы написана все же на Черном море, в Геленджике, во время бури. Действительно, там шквалистый ветер был, сдувал. Я держала одной ногами этюдник, одной рукой холст. И вот это дело писала. И мне кажется, солнце и ветер чувствуется в этой работе. В завершении выпуска курс валют на 5 сентября. Доллар 32 рубля 20 копеек, евро 40 рублей 62 копейки. Телефон редакции 202-11-22. Звоните, мы ждем от вас интересных тем. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Продолжение следует...